Здравствуйте! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». В гостях у нас Ольга Машная, актриса, которой в жизни везло. Вам везло? Я считаю, что я везунчик. Когда вы считаете, что в профессиональном отношении вам повезло первый раз? Ну, я так не веду отсчет. Первый, второй, третий. Дело в том, что жизнь девчонки из Санкт-Петербурга, из простой семьи, строителей, где я понимала, что, ну, как все, советское детство, жизнь в коммуналке. Но я умела мечтать. И я всегда знала, что я какое-то растение отдельное. Это правда. Повезло, в общем, повезло, наверное, потому что я привлекала какие-то силы. Я не знала, что это будет кино. Я хотела вообще быть художником. Я сама пошла в школу такую. Вот у нас был дворец пионеров, школу рисования на Невском проспекте. Записалась. То есть я была такая инициативная. Я хотела, я думала, буду художником. Я думала, что, может быть, я буду, я не знаю, заниматься, ну, визаж... Сейчас визажисты же, да? Тогда были просто гримеры. Вот. Или греймом я буду заниматься. В общем, я буду как-то близко к красоте. Создавать эту красоту. И так как я мечтала, то, видите, человек предполагает, а Бог располагает. Я не была тогда еще, конечно, далека была от веры, не была православной. Потому что семья была, в общем, опять же говорю, очень такая советская. То есть вас не крестили? Нет, не крестили. Может быть, крестили в детстве, из чего я не знаю. Потому что папочка, в общем, я думаю, что у меня крещеный. Про маму не знаю. Там вообще как бы очень мало что известно. Она была закрытым человеком. Вот. И я, видимо, себе намечтала. Потому что я шла мимо студии Линфильм. Я недалеко жила. Тогда это была улица Скороходова. Теперь, по-моему, это Малая Манежная или Большая Манежная. Не была там давно, не скажу. И вот очень красивая женщина. С такими глазами, красивыми руками. С таким огромным бюстом, с такой талией. Сказала, девочка, хочешь сниматься в кино? На что я ответила, нет, не хочу. У вас режиссеры все злые и ругаются. Моя милочка, моя киношная мама, которая сейчас живет в Израиле. И мы с ней нежные отношения поддерживаем до сих пор. Она сказала, ну почему? Надо прийти попробовать. И как-то она вот такой своей красотой, какой-то такой степенностью. Она меня убедила. Я пришла на пробы. Картина называлась «Первые радости». Григория Никулина на киностудии «Ленфильм». И там снималась другая девочка, Рита Сергеевичева. Вы, наверное, помните ее, потому что это наше поколение. Она была звездой Питера. Понимаете, все детские роли были ее. Ну, там конкурировать было бессмысленно. Поэтому я совершенно не волновалась. Ну, раз уж я пришла, мне было все интересно. Я как-то так спокойно там сказала текст. И я с удивлением узнала, что меня утвердили. Вот это тот случай, когда надо отпустить. Это было везение? Ну, понимаете, если потом вся жизнь как-то пошла, да, вот по этим рельсам, это было судьбой, я бы сказала. Это, конечно, очень странная, как мне представится история, когда 15-летняя девчонка переезжает в семью, вот, ну, как вы ее называли, моя еврейская мама, к совершенно чужому человеку. Нет, я, вы знаете, переехала-то в, да, значит, возраст девятый-десятый класс. Это 15, да? Школьница, конечно. Да, но сниматься-то я начала в 12. Да, ну, я говорю, потом уже вот. Да, это поступок. Как это вообще не укладывается в голове? Ну, почему-то считалось, что я живу в такой неблагополучной обстановке. На самом деле, то, что сейчас, вот смотришь, думаешь, боже мой, да я вообще в санатории, понимаете, какого-то оздоровительного, понимаете, росла, у меня папочка выпивал, да, но каких-то ужасов таких не было, понимаете, ну, вот считали, что мне надо другую какую-то среду, но... Кто считал? Да я сама считала. Вы говорите, считали, значит, это только, это было ваше решение? Ну, это решение, как-то, видите, поддержалось, и Динарой, которой я потом снималась, Никудышней, да. Вы называете фамилию для... Динара Асанова, да, Динара Асанова, это мой вот учитель, мой сенсей такой, и вот они решили как-то, знаете. Но там была история другая, потому что в Милочку я влюбилась, боже, какой красоты необыкновенной. Вот ее момент... Вы сейчас аккуратнее этими словами в контексте нынешего ребенка, когда вы говорите, что вы влюбились, сейчас могут понять, что совсем не так. Я из другого века, и когда сейчас говорят про актрис, которые проходят через эти диваны, понимаете, я попала к женщинам, но сейчас тоже все это испорчено, поэтому... Ну, сейчас бы девчонка 15-летняя ушла бы к какой-то взрослой женщине в семью, ну... Ну, это поступок. Были бы какие-то вот уже сразу... Соглашусь, да, были бы нехорошие мысли. Скажем так. Нет, это все было в другое, слава богу, время. Люди были чистые какие-то, искренние. И тогда взращивали способного человека, ну, талантливого человека. Меня называли талантливой девочкой. Вот, поэтому, чтобы я пошла в 9-10 класс, чтобы потом поступила в институт. Вот такая была направленность, понимаете? Семья, в которую вы ушли, которая спрямлена, она была вот не полной? Нет, не помню. Не было у вас, условно говоря, ну, отчима? То есть она не была замужем? Нет, нет, у мамы был муж. Был муж. Ну, это был гостевой брак. И она уезжала к нему на субботу-воскресенье, она жила отдельно. Ага. Она жила с Олежей в однокомнатную квартиру, более того, с Женей. То есть вы втроем жили... Да. Да, но там-то вы вообще в коммуналке жили изначально. Ну, у нас была огромная комната, она была как-то грамотно поделена. Ну, одна коммунальная комната, родители, брат, сестра. Да, да. У меня родители и сестра. Так, брат с вами... Брат с нами не жил. Не жил. Нет. То есть он был старше значительно? Был старше, и он как-то в детстве нашем вообще не присутствовал. Почему? С чем это связано? Отношения с родителями? Не знаю, да. То есть когда вы принимали это решение, вы, естественно, с братом это не обсуждали, поскольку... Нет, я ни с кем это не обсуждала. И с сестрой? Нет. Это характер. Ну, такой не подарок, я скажу. Очень не подарок, очень не простой. Хотя мне мой характер сейчас нравится. Нет, это разные вещи. Простой не должен не нравиться. Дело в том, что я знала, что я хочу. Я не знала, как это будет, я не знала, где это будет. Но я знала, что я хочу. То есть вас тянуло в богему? Ну, я не богему его называла, а в искусство. Богема это все-таки около искусства, знаете. Это опера богема, нет. В искусство, к искусству, к людям искусство. И я смотрела, как щенок, понимаете. Это были и музыканты, это были и художники. На студию Ленфильм приходили профессора, правильно, да? Профессор Питерского университета. И были обсуждения. Там стояла, конечно, и водочка, и какие-то бутерброды. Но это было все туда, понимаете, посвящено. Мысли все были к высокому. Это было безумно интересно. Это был определенный круг. Ну, я понимаю, что вы все это знаете. Нет. Но, во всяком случае, мы с вами просто поколение одного. Поэтому это не важно. Географические. Мы все-таки помладше, скажем так. Да, извините. Мы все-таки 60. Извините, пожалуйста. Да, хорошо. Поэтому я на вас смотрю, как на девочку. Значит, для вас это приятный комплимент. Да, мне кажется, что вот есть такая категория женщин, которые остаются девочками. Это обидно? Вот если вас видят такое, в общем-то, незащищенное существо, которое мужчина должен опекать, скорее, нежели быть с ним партнером. Вот скорее у меня второе. Поэтому я абсолютно точно знаю, что, наверное, выбрала себе такой непростой путь одиночки, потому что мне нужно партнерство. У меня нет проблем выйти замуж, правда. Я знаю, что, в общем, ну, есть варианты. Я знаю, что я нравлюсь. И я не могу просто обманывать людей, потому что у меня, ну, по гамбургскому счету. Это должно быть по любви. Это должно быть или по какой-то договоренности, но по-честному. К сожалению, я такого не вижу. Я-то почему такой вывод сделал? Потому что ваш первый брак, вы же вышли замуж за человека, который вам годился биологически в отцы. Перемахов был вдвое вас старше. В два раза. Да, на 20 лет, я не знаю, вдвое ли. Ну, да, конечно, вам 20 не было. На 20 лет старше. А ему было бы 40, да. Поэтому я-то исходил с того, что вот эту модель, которую вы выбрали, то есть мужчина... Не я выбрала, а меня выбрали. Вот в том категоре меня выбрали. Мужчины выбирают, потому что так женщина хочет. Есть такой тезис. Я не была тогда еще женщиной. Это очень спорно. Это все стереотипы. В каждом варианте есть какой-то нестандартный вариант. Я понимаю это. Я понимала это с детства. Поэтому мои поступки, конечно, это такое возмущение для общественного мнения. Но, видите, я их проходила с улыбкой на лице. Нелегко. 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 Потому что мне за это доставалось. От кого? Да вы знаете, например, я понимала, что сокурсницы мои потом, когда я поступила, в общем, ну как-то так, наверное, завидовали. Ну, какие-то другие люди. Но у меня на это времени не было. Я это понимала. Но я на этом не акцентировалась. И у меня никакой злобы не было, потому что люди разные. Но я знала, что есть зависть. Я это рано узнала. Я ее ужалела. В советское время, вот в 80-е, в Брежневскую эпоху, это был редкий случай альянса 17-летней девочки с уже состоявшимся взрослым мужчиной. Ну, вообще, вот в историческом таком эволюционном раскладе это совершенно как бы ничего нового. Но по тем временам, да, где очень жесткие стандарты были, конечно. Я вернусь к тому, что вы сказали, что вот я как бы там похожа на девочку. Нет. Конечно. Я бы сказала по-другому. Я про типаж внешний говорю. Спасибо большое. Это, вы знаете, мне все-таки нравится немножко другая как бы такая подводка. Мне очень нравится, когда говорил покойный наш Виктюк, когда вот надо оставлять себе ребенка. Вот, вы знаете, это большая вообще сложность, когда я наблюдаю своих уже ровесниц, ровесников, особенно мужчины как-то быстро старятся. Они превращаются в таких старичков. Я думаю, боже мой, у меня даже не о чем с ним поговорить. Живость уходит, понимаете, восприятие. Притом совсем отнюдь я не наивный человек, я прекрасно все вижу. Но я говорю, ребята, замечательно, живите как хотите. А вот это мое царство, государство. И сюда я, так сказать, очень, ну, как сказать, отбираю. У меня избранные, как бы, понимаете, люди. Насколько лет вы себя ощущаете вот внутри? А я каждый день по-разному. Так. Когда я, например, занимаюсь там вот сейчас ремонтом, ну уж простите, что коснусь этой темы, но иногда мне кажется, что, понимаете, мне лет 80. Я матерюсь просто как заправский матрос, клянусь вам. Потому что все равно какие-то, ну, такие есть вещи, которые, ну, не объяснишь. Ну, они нелогичны и происходят. А иногда я просыпаюсь, я, не знаю, 15-летняя барышня. Иногда 25. По-разному. Всегда так было по-разному? Всегда. Может быть, поэтому, видите, меня как бы там отнесли сразу. Так, в артистке пойдет. Это диагноз, в артистке. Если мы перебираем начало творческой карьеры, какой фильм, вы считаете, стал такой точкой невозврата? Вы поняли, что все, вот теперь в кинематографе на всю жизнь. Или прям вы изначально встали на эту дорогу и понимали, что... До сих пор думаю, боже, как я вообще, как меня занесло на эти галеры. Нет, нет, сомнения были всегда. Но если не шутить, то, конечно, скорее всего, когда уже Динара, Динара Асанова уже договорилась с Сергеем Плинаричем, Герасимовым и Тамарой Федоровной Макаровой, это мои мастера, договорилась о том, что они посмотрят картину, они сказали, что мы эту девочку берем. Вот тут я поняла, что все серьезно. То есть я попала по блату, как тогда говорили. Понимаете? Хотя я сдавала экзамены, просто за мной уже были две картины. Две или три? Две. Вы знаете, что удивительно... Нет, три было уже больше. Я еще снималась на киностудии Горького. Это мы говорим про какую-то работу. Все наоборот. А «Пацаны» это где-то пятая, шестая уже, да, Ленка, в списке? «Пацаны», по-моему, тоже были. Слушайте, я просто вот сегодня я чувствую себя на 25, поэтому, знаете, ну, девичья память. Но вот этот фильм разве не стал определяющим для вас? Для меня нет. Не может для артиста стать что-то определяющее. Определяют все-таки из внешней судьбы. Не в профессиональной судьбе, а в личной жизни. Ведь на съемках мы познакомились с любимым мужчиной, с первым мужем. «Пацаны», конечно, да. В личной жизни, да. Вы считаете, что та такая красивая и смелая сцена с купанием, она как-то вот повлияла на отношения приема хлопа? Да нет, ну, конечно, нет. То есть это не имело никакого отношения? Нет, ну, взрослый мужик, что он не видел. Ну, взрослые мужики, вы считаете, не могут восхититься красивым? Нет, ну, здесь все-таки, я думаю, что такое сплетение. Нет, ну, нет, нет. Меня удивило в одной из бесед. Вы сказали, что на определенном этапе вашего союза с Примухом вы были добытчицей. Потому что, кажется, когда старший мужчина берет девчонку, он ее и как бы обеспечивает полностью. Нет, он, конечно, был абсолютно мужчина, при том с таким восточным менталитетом. Он не болтун был, не жаловался. Но он гений был, понимаете, для меня, и он так и остался. Он, к сожалению, у Витера она ушел. А сколько бы он сценариев написал и по масштабу, и по интересу, потому что хорошо знал свою профессию, знал слово, правильные были приоритеты, ориентиры. Но его сценария не принимали. Почему? Ну, во-первых, потому что это, опять же, было все-таки советское время. Но определенная идеологическая направленность. Производственные темы, ну, даже производственные темы. Не знаю, Женя, вот если вы просматриваете картины, они все равно были с сюжетом, они все равно были с соотношениями. Они были приближены. Ну, хорошо, они были схематичны. Но это был хороший стандарт. Он спорный был, понятно, все спорное в искусстве, все субъективно. Поэтому не принимали, потому что было живое слово, была нестандартная ситуация. У нас такого нет. В нашем государстве нет. Ну, как секса нет. Понимаете? Ну, дети рождались почему-то, и рождается, слава тебе Господи. А он был членом партии? Да нет, конечно. Нет, и это тоже, наверное, какое-то имело отношение. Ну, наверное, имело. Или в киносреде это не было так существенно? Я не думаю, что в киносреде это так уж взаимосвязано. Но это влияло бы, конечно, если бы он делал карьеру. Но он не был карьеристом. Ну, и карьеру он бы тоже бы сделал. Понимаете? Сейчас не надо делать карьеру. Как это не надо делать карьеру? Ну, может быть, в каком понимании? Если ты творческий человек, ну, если ты талантливый человек, да, если ты хочешь быть там, ну что? Ну что у нас, скажите, пожалуйста, у творческих людей? Ну что, у союза художников, да? В союзе художников быть. У кинематографистов в союзе кинематографистов быть. Что еще? Это что-то приносит членство в союзе? Ну, вы знаете, что кроме взносов сейчас ничего. Ничего. А в советское время? Ну, в советское время, конечно. Конечно, это были и дома отдыха, и какие-то еще, наверное, дивиденды. Ну, я правильно понимаю, что все-таки начинающие актеры и актрисы вашего масштаба по таланту, по известности, те, которым сейчас там по 20 лет, они зарабатывают гораздо больше, чем зарабатывали вы. Да, и очень хорошо. Пускай ребята во всяком случае оденутся, приобретут те игрушки, которые по возрасту должны быть, понимаете? Не в 60 лет, когда уже память там хромает, и уже реакция не та, приобретать какую-нибудь машину, понимаете, скоростную. А по возрасту это прекрасно. Я всегда была за. У нас это было трудно. Кстати, вот, если ты принадлежишь к какому-то союзу, там тоже вот, ну, вот какие-то машины, квартиры. Это все было. Давали просто, да, как бы квартиры? Ну, как просто. Все непросто. Ну, в том смысле, что не надо было их покупать. Там тоже была какая-то интриги, очереди там. Я этого никогда не касалась. Не знаю, у меня как-то материально не было сосредоточенности. И я не помню этой бойни, там, ну, другие, я знаю, там, да, боролись. Жизнь на это клали. А вот материальный аспект, допустим, когда вы в 15 лет ушли, ну, к чужому, фактически, человеку. Вот материальный аспект. Вас же кормили в этой семье или деньги давали родители? А я снималась. Я все равно снималась. А то есть вы уже зарабатывали в это время? Конечно, да. Я с 12 лет. И сами распоряжались. Как это технически происходило? Был счет в сберкассе или вы давались наличными? Нет, нет, нет. Вы давались наличными. Значит, я распоряжалась этим. И какие-то деньги давала, покупала продукты. Но я не помню уже. Как-то я говорю, что это было у нас не акцентировалось на этом. Но это не были те суммы, на которые можно было бы купить машину или кооперативную квартиру? Нет, нет, нет. То есть это только вот на, условно говоря, поесть и одеться? Да, в общем, да. Ну какую-то, нет, одежду какую-то купить, обувь какую-то купить. Это все можно было. То, что узнаваемое лицо помогает иногда в жизни, это как бы очевидно. Да, особенно на рынке. А вот бывало так, что мешало, что вот вас узнали, а лучше бы вот в данной ситуации не узнавали? Конечно, бывало. Ну, я все сказала. Понятно, это женщин больше, понятно, конечно, чем мужчин. Стоматология тоже. Ну да. Ну тоже. Когда тебя рассматривают, ты думаешь, господи. А вы артистка? Ну, знаете, ну какая там я артистка? Я бедный вообще пациент несчастный. Слава богу, что это было разово. Ну, в таких вот ситуациях. Отношения. А нет, еще была такая ситуация, где я себя ругала. Я помню, что у меня был такой мощный разрыв, и я ехала в троллейбусе по Питеру. И женщины так, и так, и так, и так. А я вот держусь от того, чтобы на людях не плакать. Я помню, что я вот с ровной спиной, нос мой курносый задран. И я смотрю на красивый Питер, думаю, переключись, переключись. Не переключалась, но все равно. В очках все равно. И она, я вас узнала. Угу, я так сижу. Спасибо. Ну, человек вот повернут. Ну, понятно, что вы знаете, а вы в жизни лучше, чем в кино. Я вот тут обернулась, сказала, вы долго думали, чтобы мне это сказать? Я сорвалась, конечно. Кстати, сразу прошли слезы. И она, она приехала откуда-то, и она так расстроилась. Вот нельзя нам этого делать, понимаете? Конечно. Надо было взять такси. Вот рыдай себе, вот понимаете, доехала до вокзала, и пожалуйста. Нельзя людей обижать. Но я поняла это потом, и уже как-то извиняться было неудобно. И какая-то ситуация неприятная. Вот такие ситуации были, да. Были. Вы всегда узнавали именно как мошную, или бывало, что с кем-то путали, или чувствовали, что лицо знакомое, а где... Путали. Это было, кстати, тоже в моем любимом Питере. Я была на фестивале, и должна была ехать в Москву. Я спустилась, мне надо было в дорогу купить там какой-то воды, быстро что-то. И там, значит, кассир, женщина, она говорит, вы Валюшкина? Я так смотрю. Я говорю, нет, мошная. А, мошная? Так как-то сразу у меня как-то... Ну, знаете, бывает, что мы действительно с Ленкой похожи. У нас на роли, да, часто пробовали. Она говорит, почему так мало приезжаешь в город? И это было так прелестно. Вы понимаете, ну как на это? Я говорю, я постараюсь там. Ну, в общем, Мухтар постарается. Что-то я невнятно, потому что в голове уже поезд. Но это скорее приятно, понимаете. Я знаю, что это общеизвестная история. Вы и сами об этом рассказывали. Что вы на, ну, самую, наверное, известную роль в городе Маринах. Да, я, верно, не должна была попасть. Да, должна была быть Зудина. Да, Марина сыграла там. А вы были с ней знакомы вот на тот период, когда этот кастинг проводился? Нет, пересекались как-то. Я видела в коридорах Марина. Знала, конечно, потому что, в общем, тогда все, в общем, знали. Мир-то был какой-то очень такой все-таки избирательный. Я знала, что она снимается, она талантливая. Самое время вспомнить нашу рыбку. Это, как выяснилось, золотая рыбка, это на самом деле карась китайский. Его зовут дядя Володя у нас. И, ну, так мы его назвали, да. И пожелание дяди Володи от Ольги Машной. Пожелание дяди Володи или пожелание Ольги Машной? Пожелание Ольги Машной. Дядя Володя? Он дядя Володя исполняет пожелания. То есть я сама себе должна что-то пожелать? Или человечеству, или, не знаю, кому-то. Ой, Женя, вы знаете, я сегодня с утра проснулась. Про ремонт можете что-нибудь пожелать. Чашку чая. И думаю, так, подождите, я еще не успела полюбить человечество, что у меня розетка, то-сё. Сейчас придет мастер. Я очень приземленно сейчас существую. Вот в этом дне. А если говорить, да, о том, чтобы я пожелала, может быть, через себя человечеству, да, или женщинам, давайте женщинам, да, через себя, я пожелала бы, знаете что, не стареть. Не стареть душой. Потому что вот это все тлен. Это имеет возрастные какие-то категории, переходы. Чтобы не старела душа. И чтобы, вы знаете, не обижали людей. И чтобы все, ну, конечно, это опять же помечтаем, все-таки прошли эту чертовую пандемию, которая нам дана, конечно, не просто так. И главное, оставались порядочными, приличными, доброжелательными людьми. Это ведь не только женщинам пожелать. Нет, нет, я как-то так, я ушла, да. Вы все-таки закончились пожеланием человечества, к которым я присоединяюсь. Спасибо вам за беседу большое. Мне было очень приятно, и это очень быстро. Спасибо. Спасибо.